Здравствуйте! Вы смотрите проект «В гости». Сегодня с нами молодой человек, который сменил жаркую и знойную Колумбию на суровый Дальний Восток и сделал это с удовольствием. Итак, у нас в гостях Уго Соллер. Привет! Привет! Уго Соллер родился и вырос в Колумбии. Как и многие жители этой страны, он без ума от музыки, спорта и горячих латиноамериканских танцев. Окончив школу, Уго поступил в столичный университет Либре де Колумбия. В процессе обучения увлекался русской историей, литературой и изучением языка. Затем решил продолжить образование в России, выбрав для этого Владивосток. Сейчас Уго студент ДВФУ, где изучает юриспруденцию и совершенствует русский язык. Мой первый вопрос про название программы «В гости». И, конечно, логично будет спросить, как ты оказался здесь, во Владивостоке, в гостях. Я приехал во Владивосток учиться. В данный момент я изучаю русский язык в ДВФУ, а после получу степень магистра по юриспруденции. Ты сказал, что учишься на юриста. А что в момент выбора профессии повлияло на твой выбор? Почему именно юриспруденция? В школе мне нравилось изучать право со своими одноклассниками на уроках. И еще мне очень нравится политика. Ну, а повлияла на выбор профессии моя тетя. Она юрист. А если говорить изначально о любви и об интересе к русскому языку, что этому способствовало? Мне кажется, что русский – очень интересный язык. Меня вообще давно привлекает Россия. Ее история, литература, мне это все очень нравится. Прежде чем мы перейдем к разговору о Владивостоке, хочу, чтобы ты немного рассказал о твоем родном городе, это богата. Я думаю, что мало кто из жителей Владивостока там бывал когда-либо в своей жизни. Можешь рассказать немного об этом городе? Мой родной город называется Дуитама. Он располагается очень близко к богате. Всего три часа на автобусе. Богата для туристов – очень интересное место. Культура этого города впечатляющая. Концерты, театры, музеи. Например, музей золота. Это очень уникальный музей во всем мире. В марте проходит латиноамериканский фестиваль театра. Это очень красивое и интересное действо. И еще мне очень нравится циклобия. Это день, когда все пересаживаются с машин на велосипеды. А каждые выходные главная улица богаты превращается в пешую. Жители и гости прогуливаются по ней и отдыхают. Тем не менее, ты оказался во Владивостоке, живешь здесь уже достаточно продолжительное время. Твои первые впечатления от Владивостока, какими они были? Мое первое впечатление от России было в аэропорту Москвы. Я увидел слова, написанные на другом языке. Буквы совсем не похожи на наши. Когда я приехал во Владивосток, я был очень счастлив и впечатлен красотой города. По пути из аэропорта на остров Русский я с восторгом смотрел на мосты, улицы, небо, сопки. Понятно, что у нас красивая природа, но если говорить о климате такого южного жителя, как ты, не пугало то, что в России может быть довольно все сурово и прохладно. Именно в плане погоды. Да, климат, конечно, кардинально отличается. В Боготе минимальная температура плюс 7-10 градусов, а здесь была гораздо ниже. Но я был так доволен и впечатлен, что даже не заметил, как адаптировался к местному климату. Я с большим удовольствием ходил прогуляться возле моря и не замечал холода. Ты живешь в кампусе ДВФУ, потому что являешься студентом этого университета, и наверняка у тебя довольно интернациональный круг общения. Но, тем не менее, впечатления от жителей России, от русских студентов, от каких-то новых знакомых, какими были они? Да, у меня очень много знакомых во Владивостоке. Все они очень милые, очень дружелюбные. Приглашают гулять, показывают красивые места Владивостока, его окрестностей. Они все невероятные, и я чувствую себя безумно счастливым в этом городе. В ДВФУ много иностранцев, поэтому есть возможность получить бесценный опыт. В кампусе у меня есть друзья из Вьетнама, Лаоса, Африки, из Латинской Америки. Это здорово. Я могу познакомиться с их культурой, традициями, едой. Вы все молодые ребята, студенты. Сейчас самое время для вас строить амбициозные планы на будущее. Вот, какими ты видишь свои основные цели именно в профессиональном плане? В первую очередь, я хочу хорошо выучить русский язык. Я стану магистром и хочу защитить докторскую. И мне очень интересен этот регион, потому что здесь можно открыть интернациональный бизнес. Ты сказал, что твои друзья и знакомые из Владивостока часто зовут тебя посещать какие-то места, какие-то мероприятия. Вот давай на этом поподробнее остановимся. Где ты успел побывать? Что тебе понравилось? Что, возможно, тебя удивило? Мои друзья приглашали меня прогуляться в невероятно красивое место. Не помню название. Но помню, что там было очень красиво. Солнце, море, горы. А места, которые я хочу посетить, это бухта Стеклянная и мыс Вятлина. А я знаю, что ты еще любишь бывать в Мариинском театре, на приморской сцене Мариинского театра. Значит, русское искусство тебя тоже интересует? Я посещал приморскую сцену Мариинского театра три раза. Мне очень нравится балет. У вас он очень красивый и впечатляющий. Я смотрел балет Чайковского. И еще мне нравится опера. Если говорить о русском языке, изучением которого ты занимаешься, у тебя уже успели появиться какие-то любимые слова и выражения, которые, может быть, ты используешь в своем лексиконе каждый день? Да, очень нравится русский язык, но пока знаю немного слов. Хорошо знаю такие слова, как «отлично», «прекрасно», «красивая девушка». Часто приходится говорить «красивая девушка»? Да, во Владивостоке часто, потому что здесь очень много красивых девушек. Я также знаю, что ты интересуешься российской историей. Что вот в этом аспекте тебя привлекает? Да, история России очень богатая и безумно интересная. Мне очень любопытна деятельность Ломоносова, времена Петра I и Екатерины II. Но самый интересный период в российской истории – это Вторая мировая война, битва под Ленинградом и произведения, которые отражают это время. Вот, например, мне безумно нравится «Ленинградская симфония» Шостаковича. Несмотря на то, что у тебя абсолютно позитивное отношение к России, были ли какие-то трудности, к которым тебе пришлось приспособиться или к которым нужно было привыкать? Иногда скучаю по своей семье, друзьям. Жизнь во Владивостоке – это отличный опыт. Мне всё нравится, у меня всё хорошо. Но самое сложное – это то, что мои родные далеко. Что касается образа жизни, в чём-то изменились твои привычки или, может быть, какие-то вот вещи, которые в России ты делаешь иначе, чем привык это делать дома? Или приходится это делать иначе? Для меня немного странно, что у вас так мало фруктов. В Колумбии их очень много. Мне нравятся ваши морепродукты, рыба. Мне особо ничего не пришлось менять и долго привыкать к чему-то новому. Хотя, наверное, нет. Танцы. В Колумбии все танцуют. Во Владивостоке с этим сложнее. В Колумбии в каждом городе проходят фестивали. Они не похожи друг на друга. В каждом регионе свои традиции, свои танцы, наряды и атмосфера. Если кто-то из наших зрителей, посмотрев наш с тобой разговор, заинтересуется и захочет побывать в Колумбии, какие вот ещё события, какие места ты бы посоветовал на правах жителей этой страны посетить российским туристам? Зависит от того, какую цель преследует турист. В центре есть горы, очень высокие. Высота их достигает 2600 метров. Богату называют городом гор, с которых можно дотянуться до звёзд. Также впечатляющая культура, красивые леса и их обитатели. Можно найти много интересных занятий. Есть прекрасный отдых на берегу моря. Картахена, Баранкия, Санта-Марта, парк Тайрона. Он уникален тем, что на берегу тёплого побережья располагаются горы, на вершине которых лежит снег. То есть наверху зима, а у подножия температура воздуха достигает 30 градусов тепла. Каждый регион Колумбии интересен по-своему, потому что там свои традиции и культура. Туристам стоит также посетить Медельин, Кали, Букараманга. Мой, наверное, заключительный вопрос. Если бы, в свою очередь, твои колумбийские друзья спросили тебя, Уга, назови несколько причин, по которым нам стоит приехать во Владивосток, чтобы увидеть этот город, что бы ты назвал? Ой, есть много-много причин приехать во Владивосток. Главное, что мне нравится здесь, это люди. Они лёгкие, дружелюбные, особенно к иностранцам. Для меня Владивосток – это место, где всегда можно открывать для себя много нового. А ещё Владивосток – идеальный город для фотографий. Здесь безумно красивая природа, пляжи, леса. Можно даже лис встретить. Ну и, конечно, девушки. Здесь они очень красивые. В Латинской Америке тоже красивые, но не такие, как здесь. Я обязательно посоветую своим друзьям посетить этот уникальный город со смешанной культурой. Ведь здесь соединяются Азия и Европа. А ещё здесь безумные рассветы и закаты. Таких цветов я никогда не видел. Уга, ну спасибо тебе за этот разговор. Спасибо за такое искреннее отношение к России. И, конечно, успехов тебе в учёбе и в будущей карьере. Спасибо за приглашение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!